Субтитры создавал DimaTorzok З вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – як звичайні речі можуть стати надбанням історії та культури. З нами директор музею «Машини часу» Михайло Прудніков. Дніпровська державна академія будівництва та архітектури. Протягом багатьох років займався автоперегонами. Автор низки проєктів, пов'язаних з ретро-машинами. Жінка і авто, віртуальна канатна дорога, автопробіги, хобі, історія, подорожі. Михайло, я радий вітати вас у нашій студії. Ви здається, у нас вперше тут, саме в цій студії. Так, ну, досьє у вас собрано хороше, як будто в другої структурі роботи. Але все ж таки, хочу почати з такого питання. В історичній науці є таке поняття, яке російською мовою називається «історія часності». Тобто, скажімо, науковці вивчають там не походи Наполеона чи Чингісхана, а історію сімей, історію якихось предметів і таке інше. От хоча ви не є за фахом істориком, але тим не менше директор такого відомого у нас у місті музею. От чому саме машини, чому саме авто? Ну, вот, как раз вы сузили свой вопрос. У нас уже давно не только автомобили, потому что все наши проекты, они как раз направлены на то, чтобы из холодного ангара, который мог бы быть, мы создали полноценный музей какого-то срезка времени, который для кого-то является молодостью і прекрасным временем. То есть, многие говорят, что наш музей, ну, когда делают посты в Фейсбуке, что как бы я попала в Советский Союз. Ну, то есть, мы, сразу отвечу, мы не приветствуем именно попадение в Советский Союз, но мы приветствуем ностальгию, потому что даже в Германии, в бывших ЭДР, этому уделяется большое внимание. То есть, проводятся тематические выставки, человек встречается со своими предметами, с которыми он проводил свою молодость. И когда им задается вопрос, а вы хотите туда-обратно? Они не хотят туда-обратно. То есть, такой же вопрос может задать любому посетителю нашего музея. То есть, да, он восторгает с этими предметами, потому что с этим связано его детство. Но вы хотите туда? Нет, они туда-не хотят. Они радуются предметам, но не системе. Ну, до речи, я так дивлюсь, и по Фейсбуку, в том числе, и по властных вражениях, да, я в Радянском Союзе, в сколько там, 3,5 года, поживаю. Достой великое зацикавление выникает самая у молодежи, тем, кому по 20, по 30 лет. Вот с чем вы это связываете? Ну, во-первых, с тем, что у них есть родители, которые с этими предметами, возможно, их упоминали. И до этого эту картинку можно увидеть только в интернете или с какого-то музея, который находится в другом городе. Но так повезло нашим жителям, что этот музей создался у нас. Я, естественно, был последователем. Мы второй музей в Украине, связанный с техникой. То есть, первый музей открыт в Запорожье, это музей Файтон. Он наш побратим, Дмитрий Поздняк, мой друг. И когда мы создавали музей, он много оказал содействия, помог, проконсультировал. Благодаря ему мы ушли от некоторых ошибок. Но сам фон музея создан, но, опять же, не просто от бурной фантазии. То есть, я ездил в некоторые страны, там, где смотрел на музеи, брал от них лучшее. Ну, и попытался это сделать так, чтобы тот человек, который к нам придет, он был реально удивлен, а не говорил, что я видел где-то лучше. Но, все же таки, основой музея, и я так думаю, с самого начала так планировалось, а это все-таки ретроавтовки, да? Что для вас есть авто? Это засеб пересувания? Это что? Ну, понимаете, как бы, тут есть такое странное сравнение, когда много машин находилось в реставрации, и, ну, это как хобби. Получается, есть такое сравнение, которое не очень нравится моей жене. Ну, я могу еще раз его сказать в передаче, то есть, машина это как гарем. И, к сожалению, когда делаешь какой-то автомобиль, он любимый. То есть, ты его комплектуешь, ты красишь и создаешь из ржавого в прекрасный. То есть, вот он прошел все эти этапы, после этого ты на нем поездил, получил удовольствие, и, опять же, происходит измена, ты ищешь новый проект и вкладываешься в него, и создаешь следующее. То есть, как бы, в моем гареме уже порядка 80 транспортных средств. То есть, когда кто-то восстанавливается, за ним щепетильно смотрят, чтобы вот все было аутентично, детали правильные. Ну, а потом он находит свое время, свое время, как его показать. Это когда как раз приходит какой-то проект, как вы начинали свои вопросы, и как ваша передача называется. Под каждый автомобиль мы находим историю. То есть, конечно, есть автомобили с историей, но есть автомобили, хоть их и мало было в советское время, но они были практически в каждой семье. Поэтому у нас есть тематические выставки, под которые тот автомобиль, который ушел, допустим, со сцены, в этом году он может появиться в следующем. То есть, вот у нас была недавно выставка «Перспектива», простите, «Стратегический автомобиль». Она была связана с 12 апреля. Обычно… День космонавток. Да, да. То есть, как мы машины можем привязать к ракетам. То есть, до этого у нас была выставка, опять же, идущая в разрез к тому, что обычно показывают нам репортажи 12 апреля. То есть, все показывают ракеты, космос, космонавтов. А мы показали, раз, это были товары народного потребления, которые выпускала, кроме ракет, ЮМЗ. Потому что эти предметы… Ракет нет у вас же, дома нет ракеты. Ну, случайно. А что-нибудь то, что выпускал ЮМЗ… Данные рода Чири Ахова. Да, или «Велосипед Гномик», или «Комбайн Мрия» у вас есть. Поэтому мы посчитали, что такой проект будет людям интересным, потому что он пересекается, эти предметы узнаваемые, и вы придете и скажете, вот у меня же такое есть. А некоторые даже не знали, что в каких количествах это ЮМЗ производил. Поэтому мы создали такую выставку по 12 апреля, связанную не с автомобилями. То есть, опять же, ваш вопрос, автомобили ли у нас. А вот касаемо выставки «Стратегический автомобиль», мы собрали историю предприятий, которые находятся в нашем городе. Например, проектный институт на улице Театральной, который является разработчиком сотого производства на ЮМЗ, там, где испытывают спутники, и помогал создавать Байконур. Мы собрали информацию по КБ Южному, там, где работал человек, который создался самодельный автомобиль у лосенок. И через автомобиль рассказали историю этого человека, когда он работал в КБ Южном. Такой же эпизод был о человеке, который работал в Трубном институте. То есть он тоже владел автомобилем, и вроде бы обычный автомобиль ВАЗ-2103, третьей модели, которые, ну, как бы были у людей. Но мы привязали к этому историю этого человека, как он его покупал, лично выезжая в Тольятти, по поддельным документам и так далее. Это веселая, интересная история его регистрации. Правда? Конечно, он же на нем ездил и даже продал когда-то. И через этот автомобиль мы, опять же, рассказываем о нашем Трубном институте, какие уникальные вещи он делал. Ну, и, надеемся, технологии остались, будет делать дальше. Ну, от я так, выходячи из ваших схлев, я понимаю, что, в частности, ваш музей, это не относится такой статики, это динамика. Чи есть этот музей в классическом тогда понимании слова? Оскільки мы понимаем, что музей – это что-то такое, не знаю, темное, такое, ретроградское, такое и так далее. Вот, с вашей точки зрения, каким должен быть музей в широком плане именно сейчас? Ну, понимаете, у меня лакмусовая бумажка является моим детям. То есть, у меня одному ребенку уже за 24, другой вот было 5 лет. То есть, если дети хотят музей, значит, я на правильном пути. Если им музей не интересен, значит, я ошибаюсь. То есть, пока моим детям музей интересен, то есть, когда создается какой-то продукт, я тестирую на старшем сыне и на младшей дочке. То есть, нравится. Есть у меня мама, которой 86 лет. Ей тоже проект, который мы создали, последний, называется 3D-кабинка. Вы знаете, что мы оживили нашу канатную дорогу, правда, виртуально. Но мы про це еще поговорим, я думаю, да. То есть, вот как раз перед тем, как показать это людям, ну, естественно, мы как разработчики с Артемом Костяком тоже испытали, ну, нам-то понравилось, но важно же мнение других. И я переживал, в какую категорию людей мы попали. То есть, и когда дочка одела шлем, я немного переживал ребенку 5 лет, ну, после этого она попросила еще раз. Я понял, что мы на правильном пути. Потом одели на мою маму, которая в возрасте, она тоже сказала, что это великолепно. Значит, мы на правильном пути. Так, пане Михайло, все-таки хочу трохи повернутися до теми автівок. От, ви займалися свого часу автоперегонами, да, вот, зокрема, ми давали цю інформацію в довідці про вас, от, не стосуючи, не відносячись до музею. От, чи на належному рівні зараз цей спорт розвинний в Україні? І чи має він якось розвиватися? І чи правда, чи відповідає дійсності таке твердження, що це спорт виключно для заможних людей? Ну, понимаете, тот, хто прошел этот путь уже, тот, хто говорить, що це спорт для багатих, вам пример при Балтийських республіках. Да, щас общее сниження активності в автоспорте, но тот, хто соревнується рублем в гонках, то есть, хто считає, що він за деньги може купить все, і цьому є відповідь, допустим, в Естонії, в Латвії і в Литві. Тобто, создан спеціальний клас, там, де участвують даже машини бувшого советського автопрома, хоча, ну, все остальное вони не приветствують, але машини їм нравятся. Тобто, вони дуже любять Ладу, вони дуже любять Волгу. Тобто, і у них є кольцева трасса Бекериньеки в Рігі. Каждий квартал, происходит соревновання, збирається до 20 Волх і 30 Жигулей, те, які собраны в Прибалтиці. І на них участвують люди. Тобто, регламент чіткий. На кажду машину человек должен потратити не більше, ніж 12 тисяч доларів. І машина їдє на одинаково монотопливі, на моношіні і так далі. Тобто, все в одинакових условіях, і іграє тут роль только, ну, професіоналізм гонщика. Тобто, якщо говорити про ситуацію в Україні, у нас був бачок в конеці 90-х, потім немножко всіх убив кризис. Хоча були багаті спонсори, були партнері. Любе участь в гонці тебе с удовольствію давали наклейку, заправляли автомобіль, якісь діньки даже предоставляли. Ви помніте, выход там, Укрнафта, дуже серйозно в конеці 90-х. Була цілая команда, покупка автомобілів. Рынок розвивався, поэтому в автоспорт вкладывались деньги. А зараз, ну, коли большим компаниям ну, нужно сохранити хоча б себе, к сожалению, до спорта не доходить. І, як говориться, вылупились спортсмены, вони готові бороться, але у них нет партнерів, тому що автоспорт – це дорого. І тому все чемпіонаты України, які проходять останні три роки, вони не дособирають участників, тому що люди хотять, але, к сожалению, не можуть. Федерация автоспорта идет на все уступки, она там отменила чуть ли не все сборы, которые участник должен оплачивать. Но, к сожалению, это пока ничем не поможет. То есть автоспорт жив, есть ветераны, у нас, кстати, опять же, работает тематическая выставка про двух ветеранов, которому одному 70, другому 80 ветеранов автоспорта и мотоспорта. Есть у кого учиться, есть, кто умеет ездить. Ну, я думаю, экономика поднимется з коленей, і все вернется на круги своя, машины поедут і будуть обучать нових гонщиків. Так, а загалом, вот, ну, ваша точка зору просто цікава, да? От бути водієм автівки – це означає ввести певний спосіб життя, чи це просто так? Ну, это больше к байкерам относится, потому что, ну, ты едешь, тебя колыхает ветер, ты нюхаешь все, что происходит вокруг, ты слышишь там, как листик упал, слипы, ты впечатлительный. Машина, к сожалению, все-таки является оболочкой, которая от окружающей среды тебя больше ограждает, и ты не получаешь те ощущения, как это получает байкер, который полностью свободен. Ну, 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 не думаю, так, как вы говорите, что это, ну, к сожалению, это вещь, которой мы пользуемся. Вот как сейчас стакан воды, вот я выпью из него воды, у него какое назначение. Поэтому, да, есть машины, которые душа, но, может быть, я понимаю, что вы подводите, насколько ценный автомобиль. Ну, все ценное, видно, создано до 90-х годов. Так, Михайло, давайте тогда повернемось безпосередньо до музея. Вот перед эфиром мы говорили, что фундамент музея закладался разом с баскетбольной ареной. Знаходится там поряд на житловом мосердии перемога. Помедленнее я записываю. Так, вот мы знаем, в принципе, какая ситуация с баскетбольной ареной, она так и не была побудована, да. Это, фактически, там, ну, я не знаю, не руины, а недобудованы. Довгострой, да. Да, Довгобуд, скажемо так. Ваш музей був побудований, у 2014-му році фактически він відкрився. Вот, а що на штовхнуло на таку ідею створити вот саме тематичний, я так розумію, музей, да? Спочатку була така ідея. Чи як? Ну, понимаете, все начиналось в 97-м году, когда я приобрел первый автомобиль «Победа». Опять же, ну, все события приурочены к рождению детей. То есть в 97-м году у меня родился сын, и, как бы, я начал думать, чем же я его буду развлекать. Вот поэтому, как бы, на тот момент, как раз занимался гонками, которые вы анонсировали, и решил создать машину выходного дня. Искал по всему городу, по всей Украине, просмотрел 20 вариантов «Побед» ГАЗ-М20 автомобиль. И думал создать старый кузов и вложить в него современные комплектующие автомобиля «БМВ». Уже вот все посмотрел, был даже мотор «БМВ». И попадается мне 21-я «Победа». На проспекте Гагарина есть «Игарский тупик», которая, ну, не дала мне совершить ошибку и испортить то, что создано руками людей. То есть я хотел разрезать автомобиль и всунуть в него современные вещи. Ну, то есть, ну, это неправильно, и я привержен сейчас того, что не делайте этого, потому что то, что создано людьми и испытано, вот оно должно в этом виде ездить, а все, что вы придумаете сами, оно все равно сгниет под забором и не будет иметь никакой цены. То есть вот с того момента мне попалась эта машина, у которой был пробег 34 тысячи. Она была с маленькой вмятиной на крыле. Мы, конечно, не смогли ее завести, потому что это отдельная история. У каждой машины своя тайна. Хотя я могу сказать, что, опять же, она в этом состоянии дожила, потому что владелец ее вставил в заглушку карбюратор, чтобы сын не мог этот автомобиль брать и кататься. То есть поэтому наши мастера еще пару дней разбирались, почему же она не заводится, а в итоге сын купил себе горбатый запорожец и успешно на нем ездил, не трогал папину победу. Вот она так и сохранилась. То есть от этой победы идет отчет моей коллекции. После этого я стал приверженцем того, что автомобили должны быть в оригинальном виде. Они собираются потихоньку. Их стало много. Была у меня одна попытка, но она, опять же, была ранняя. А потом получилось, так получилось, что создал музей, потому что автомобили не помещались уже в гаражах, на всяких площадках, стоянках и так далее. Их нужно было собрать, потому что они отреставрированы, их нужно хранить правильно под крышей. Их уже было жалко. Возможность появилась. И вот создался такой музей. Конечно, сразу я не думал, что мы сможем создавать такие проекты, а пока это был просто холодный ангар, если брать это 6 лет назад. Но за это время общение с другими музейщиками, посещение семинаров, ну, как-то разогрело меня. И я стал делать другие продукты, для того, чтобы музей стал интереснее. Ну, а загалом, открытием музея, это такая складная речь? Я имею на увазь, знаете, с точки зрения бюрократии, погоджень, так и инжен. Понимаете, именно со стороны бюрократии это несложно. То есть пишется обычное заявление в управление культуры в наш республику, и отправляется комиссия в составе, тогда еще Капустина была директором музея Яворницкого. Она пришла вместе со своим заместителем, осмотрела площади, что на наличие свободной площади для экспозиции, минимальных условий для посетителя в плане туалетов, и как бы вот подписала акт, что это может быть здание музеем, а исполком, соответственно, после ее подписи тоже поставил, что может быть музеем. Эта бумажка есть и на сегодня. Но, просто если говорить дальше, вопросов хватает, которые должны решаться выше, видимо, в Киеве. Потому что мне очень больно, когда, являясь владельцем музея, и все собранные деньги от посещения билетов, мы отправляем на зарплату, отправляем на оплату соответствующих структур охрана, электроэнергии, вода. И раз в год ко мне приходит счет от налоговой инспекции на... Есть такой налог на роскошь. То есть я, как владелец этого здания, должен его заплатить, и это немножко обидно, потому что, ну, как бы выбивает из колей. Ну, то есть, ну, этот вопрос решается не здесь, он решается в Киеве. То есть для того, чтобы коллекционеров частных много, которые бы хотели, ну, может быть, тоже открыть свой музей. Для этого, ну, какие-то нужно разработать льготы. То есть если кто-то хочет узнать, чем помочь музейщикам, могу проконсультировать этого депутата, чтобы он за нас поборолся в Киеве. Ну, так, да, на жаль, у нас культура за лишковым принципом финансуется. Нет, нет, ну, все позиционируют развитие туризма и так далее. Но что сделано реально для того, чтобы человек хочет показать свою музейную коллекцию, какие у него льготы налоговые, или хотя бы вот, ну, чтобы не платить налог на недвижимость, который, ну, как бы больно, ну, так скажу вам, больно бьет. Ну, есть нюансы, но жить можно. Так, Михаил, а взагалі, вот за каким принципом вы подбираете те экспонаты, которые показываете своим відвідувачам? Тобто, это, я не знаю, что-то вы принимаете до музея, что-то, возможно, не принимаете. Я так понимаю, автівки вы будь-якие принимаете. Главное, чтобы они были врачи. Мне разозвелитесь своим вопросом, потому что я сразу вспомнил детство, когда идешь на рынок покупать рыбок, или вот в корзинке там котята, или собачки. Вот одна на тебя глянула, гав-гав, она твоя, да? Ну, можливо, можливо. Ну, да, вот як сам процес безпосередньо відбувається. Вот я був у музея, да, там є якийсь там, я не знаю, Пульман, наприклад, да, шикарна просто машина, да, вот, ну, розуміло, що вона має стати экспонатом. А вот, ну, все-таки відбір, якийсь-то відбувається, щось выставляєте, щось... Ну, каждая машина должна говорить. То есть, вот, может быть, в какой-то стадії с 97-го года автомобили приобретались, ну, просто быстро, потому что была определенная конкуренция, ну, то есть, не возьмеш ты, возьмет кто-то другой. Но лет 10 уже или 5 все автомобили приобретаются не просто так. То есть, идет опрос хозяина, мы забираем фотографии, ну, с этим автомобилем, задаются вопросы, за що этот автомобиль получен, за скільки він куплен. То есть, чем більше к автомобилю идет история, тем більше у него шанс, щоб його увидели люди. То есть, сейчас дошли до стадії, що, как бы, два автомобиля подарены практично в музей. Это «Москвич 408». Ну, я, как вот, 2 рубля за него заплатил, ну, потому что, как это, дарить совсем, уж нельзя, потому что человек жалеть будет. Ну, це як є згодові позови, коли 1 гривню, да, вимагають, головне, щоб там вибачилися. Ну, не совсем тот случай, то есть, тут все было откровенно сделано, то есть, человек приїжджав потом на выставку, которая была, потому что приятно, а его деде рассказывали. То есть, соответственно, я говорю, я бы хотел взять твою машину, но дай историю. И человек предоставляет распечатку сразу о своем деде. То есть, это шанс у этой машины, он говорит, одно условие, говорит, я отдаю эту машину, сделай, чтобы она участвовала в проекте. Если человек не знает никакую информацию о своем деде, как я могу сделать выставку? А тут человек подготовлен, целый текст, работал на секретном предприятии. Потом начали мы еще машину немножко реставрировать, нашли еще интересные предметы, папочку совершенно секретно, которая почему-то оказалась под задним сидением. То есть, и так потихоньку возник материал, и мы смогли про эту машину рассказать. И обратились на то предприятие, она справочку о деде дало. Потому что, когда есть ниточка, которую можно развязать, она становится интересной, потому что человек подходит к машине, но вот есть посетители, которые пришли в музей, джин, 15 минут, и дальше пьет кофе. Ну, и обменивается впечатлениями. А если люди пошли и услышали экскурсию, они слушают 40 минут, потом еще просят 20 минут экскурсовода про то, про то рассказать, это совершенно другое. То есть, хочу обратиться к зрителям, которые нас смотрят, то есть, не бегите по музею. Потому что, опять же, есть Игорь Труш, художественного музея, который говорит, есть болезнь у людей, которые посещают музей ради галочки. Здесь был Вася. То есть, я был там, я был там, я был там, быстро сделал селфи, убежал, но ты ничего не подчеркнул. То есть, будучи в нашем музее, нам есть что рассказать. Поэтому просьба, или заказывайте экскурсии, или выходные дни, у нас есть две бесплатные экскурсии, 12 и 15, приходите, послушайте. Вы будете, ну, с информацией выйдете, и вам это будет гораздо полезнее. Потому что, во-первых, наш музей разогревает людей этот интерес, для того, чтобы они, может быть, сами чем-то увлеклись, и начали искать вопросы, ответы на вопросы. Так, Михаила, вот вы сгадали такую историю, когда вам подаровали автівку, да, вы так наполягали, чтобы она была за историю. А взагалі, чи багатого доводится вытрачать денег для пополнения коллекции? Насколько это коштовное занятие взагалі? Да, ну, понимаете, ну, это происходит, только когда они есть. Если их нет, ну, к сожалению, об этом не думаешь. Ну, то есть, вот есть деньги, ну, получается, что-то удачно предложили, но мы это приобрели. А если оно, ну, для нас нереальное, ну, что мы можем с этим сделать? Ну, посмотрели, как купил кто-то другой. А взагалі, вот у вас особисто есть какая-то любая автівка в музее? Сейчас уже нет. Немае? Потому что гарем. Гарем. А. Потому что, ну, вот я же вам говорю, в зависимости... Любая на жінку не с ней шли. Да, то есть... Так, мы переходим до темы сексизма зараз, да, так плавно. Потому что, в зависимости от ситуации, в зависимости от проекта, которым мы занимаемся, у каждой машины есть шанс, ну, вот стать сегодня главной и лучшей. Да, вот, якщо мы уже згадали с вами и гарем, и сексизм, вот, нещодавно была такая выставка у вас, жінка и авто. Идет. И еще иде. Да. Зараз. Вот, снова же так, чему вы вырешили подняти это питание? Питание гендера и питание авто. Вот, як у вас клались зерки в этом плане? Ну, понимаете, ну, могли подавать на конкурс эта грантовая программа культурной столицы, то есть, что-то простое. Ну, поскольку мы общаемся на музейных семинарах, мы понимаем, что тема, поддержанная каким-то грантом, не может быть простой. Она должна быть, ну, какая-то сложная. Потом взяли и подали сложную. Потом была попроще. Ну, и честно говоря, этот материал мы давно хотели показать, нам не хватало собственных ресурсов это сделать. Потому что, как вы уже поняли, мы постоянно общаемся и собираем материал по каждому машину, по каждой специализированной профессии, если пойти тоже. Потому что, допустим, у нас нет машины такси правильной, но мы со всеми таксопарками встретились, все их архивы перешерстили и знаем, сколько у них работало женщин, сколько мужчин и кто чем отличался, и кого как встречали в аэропорту. То есть, это достаточно интересная информация. Мы когда-нибудь сделаем выставку о наших таксопарках. Собрано много, но мы пока сделаем это впереди. Точно так же мы общались с гаражом скорой помощи, там, где женщины и мужчины работают. То есть, как бы за счет того, что мы постоянно собираем эту информацию, мы видели, что есть такой факт интересный, вот женщина Рафиком управляла. То есть, это было нормально до 90-х годов. Женщина Волгой управляла. Потом, ну, чуть глубже уделили этого внимания, написали письма в наши областные музеи, нам ответил Кривой Рог, с удовольствием предоставил информацию Криворожский исторический музей о двух женщинах. Одна паровозом управляла, другая самосвалом. Ну, это все интересно, но только тем, кто в этой, как бы, тематике. То есть, обычному человеку, ну, самосвалом, что же с нее пример, какой брать. Поэтому начали работать здесь то, что актуально. То есть, обратились в патрульную полицию, где сейчас девушек, 211 человек работает. Они с удовольствием поддержали, помогли и даже участвовали в пробеге. Пан Михайло, у нас буквально три хвилини лишаются, но не можно задать вопрос. Мы уже загадывали про виртуальную канадную дорогу. Что это? Как выникла идея? Чому с Костюком саме? Это, я для наших, снова же таки, глядачей скажу, это, это наш блогер, который занимается рядом с проектом, в частности, по шокам Александра Поля, которого уже от нести и так далее. Вот, стосовно виртуальной канады. У вас хобби есть? А? Хобби ваш есть? Кроме работы? Кроме работы? Ну, напевно, это история, науково-популярная литература. вот я уже подумал, что, может быть, в музее стоит будет сделать студию с вами и делать прямой эфир, чтобы вы обучали людей, потому что, ну, вы красиво, правильно ведете разговор, вы общаетесь. Может быть, мы с вами тоже сделаем какой-то совместный проект. Почему бы не? Да. И Костюка долучим, а цих долучим. потому что, ну, вот точно так же я смотрел через Фейсбук на Костюка о том, что интересные проекты человек делает. То есть, именно делает технологически то, к чему мы не готовы. То есть, ну, мы не знали до этого, что такое виртуальная реальность, а слышал, что это хорошо. Я увидел, как он снял фильм на штангах троллейбуса, и город предстал по-другому в образе. Я наложил на свою действительность, о том, что если бы это сделать с тем, что я давно хотел повесить. И так сложился проект, что мы полетели дроном на участке над Днепром, там, где ходила подвесная канатная дорога наша, и как бы каждый человек, который еще там 30 лет назад на ней ездил, может теперь получить ветер в лицо, получить впечатление, смотреть на яхты, которые плавают внизу, загорают пляжники, идет поезд по Мерехерсонскому мосту. Это все оживлено. Приходите, смотрите в музей машины времени. А если дети ваши это никогда не видели, а вы пытались это рассказать, ну, берите ребенка, ему тоже это понравится, потому что 360 градусов крутить головой и вверх и вниз, и видеть все, это нравится всем. Михайло, я вам дякую за эту разговору, бажаю вам успехов в вашей работе. Нагадаю, сьогодні мы спілкувались с директором музея машины часу Михайлом Прудниковым. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова